всем привет меня зовут оля это канал просто бьюти и сегодня у нас с вами будет обзор наконец-то на палеточку root the roaring 20s версия не он она вот такая вот интересненькая розовенькая очень классно на самом деле упаковка оформления она шла вот в таком вот рукавчики полностью дублирующейся информации и спереди и сзади внутри выглядит все вот так вот очень такая красивая яркая наверное прям не он его но что-то неоновое есть очень кстати классное оформление зеркала то есть все такое прям в тематике великого гэзби мне кажется что вот это все оформление тут чисто то эпоха скажем так я чуть-чуть добавила бокового света цветного виды на мне вот этот фиолетовый блик но мне кажется за счет того что видео свет достаточно яркий в целом картинка выглядит классно напишите мне пожалуйста как сегодня вам картинка я чуть-чуть убавила яркость видео света в целом так поигралась через настройку мне кажется должно выглядит классно я в этом видео вам к сожалению не вставлю именно в видео отрывочки где я носила макияж потому что я напрочь забыла но будут обязательно фотографии с макияжами я сто процентов их вставлю и параллельно буду вам рассказывать про оттенки которые я использовала я наверное использовал почти все оттенки матовых кроме наверное даже все я наверное в основном сияшками меньше пользовалась просто потому что я игралась еще со своими самопрессами но сегодня постараемся сделать с вами что-то такое интересное красивое я очень хочу попробовать этот вот оттенок гилдет наверно так он читается не уверена не бить пожалуйста меня за произношение он такой самый интересный я бы сказала потому что вот этот вот фьючер он такой просто я бы сказала фиолетовый шиммер такой обычный то есть тут очень много таких обычных оттеночков но что-то интересненько тоже есть не забывайте пожалуйста подписываться на мой youtube канал оставлять лайки комментарии это помогает продвижению этого видео и канала в целом но и в целом и в первые часы активности видео становится более популярным так что пожалуйста я на вас рассчитываю помогите все-таки чуть продвижение ну а также бы не забывайте подписываться на мой телеграм-канал вот тут есть qr-код для перехода там у нас с вами много всякого эксклюзив чека много разных обзоров быстрых сводчей сравнений там что ничь новенькая я вам показываю что есть например на других сайтах и что нового есть в мире поэтому там очень интересно и мы с вами там общаемся ну а теперь давайте приступать к макияжу начинать я буду как обычно с базы по тени в моем случае это вот такая вот для меня новинка от авиен с собой ма праймером маг magic magic в общем у них она одна единственная база по тени я ее решила купить попробовать чтобы вам потом составить какое-то полноценное видео о моих базах по тени чуть-чуть ее надо она такая прям белая выбеливающий на удивление кстати то есть она хорошую такую светлую базу под тени сделать но не как белый прям праймер который у меня есть от менли про или от хандаян то есть нет это чуть-чуть другое скорее как легкое выравнивание осветление века идет мне кажется в целом для каких-то ярких оттеночков это классно мне кажется надо чуть-чуть еще нанести вот на этот глаз капельку она достаточно густая хорошо разносится я вчера ее уже носила причем носила в такую жару духоту с тенями которые у меня с тенями которые у меня чуть-чуть склонны к скатыванию и они очень хорошо в целом себя вели поэтому пока по первому впечатлению база классная могу пока рекомендовать нет пока я на самом деле использовала все матовые своих макияжах поэтому сейчас я даже теряюсь какие лучше выбрать хочется и что-то такое яркое и что-то не очень сложно давайте мы наверное с вами сделаем макияж джокера будем использовать вот эти вот два матовых это шок такой прям салатовый я бы сказала и inspired это именно такой фиолетовый больше даже я бы сказала что фиолетовый который напоминает фиолетовый из палетки root наношу вот такой большой пушистой кистью и я наверное сделаю что-то наподобие hello а и что на нишнем уголочке у нас с вами будет именно фиолетовый оттеночек и мы с вами потом возможно еще на нижнее веко нанесем какой-нибудь другой оттеночек чтобы было все таки интереснее вам посмотреть на макияж который я сегодня сделаю я сегодня к сожалению не буду делать два разных глаза потому что у меня потом еще надо будет ехать к подруге поэтому мы с вами ограничимся этим макияжем и вам расскажу покажу остальные макияжи которые такую вот скошенную кисть пушистенькую я набираю вот этот вот салатовый оттенок шокт и наношу во внутренний уголочек он конечно прям пастельный пастельный в палетке он выглядит ярче но тут определенно нужно прям такая хорошая белая база чтобы из него хороший пигмент вытащить но честно у меня это не претензия к этому оттенку просто скажем так нюанс потому что ну целом на глазах выглядит хорошо не так как в палетке но когда это при тушевочном варианте на глазах все выглядело ровным счетом также как в палетке только если это пигмент но с пигментами надо определенно работать а не как я сейчас просто хоп-хоп взяла потушевала и все идеально получается кисти кстати у меня новые от но аж продаются на вала берез и что я хочу сказать пока я не могу сказать что я в восторге или огорчена такое смешанное чувство потому что у меня есть ощущение что они как будто недоработаны либо у них какая-то плохая партия с алиэкспресса попалась а эти кисти продаются на алиэкспресс если что наверное даже в такой же в таком же оформлении вот если вот так вот смотреть наверное не в таком же оформлении продаются не уверены конечно но можно найти по крайней мере похожей формы и как будто не очень качественно сделано потому что некоторые прям смотришь на них и они какие-то неаккуратные то есть вот эта кисть я что-то там повытеркивала как-то ее пыталась при мытье форму нормальную сделать вот тут видно что волоски какие-то давайте мы остановимся на том моменте где я рассказала про кисти я донесла зеленые оттенки на оба глаза чуть-чуть поднаслоила чтобы цвет был ярче и знаете это та же история что с пастельной палеткой root что в жизни я выгляжу цвет выглядит более пастельным но при этом на камере проявляется такая неоновая нотка это в целом интересно но он стоит учитывать что грубо говоря на фотографиях и в жизни оттенки будут выглядеть по-разному я чуть-чуть брала себе волосы мне все-таки в свои повязки устала жарко чисто просто вот так вот крабиком заколола и давайте нижние века нанесем нанесем тоже какой-нибудь яркий давайте вот этот вот розовый классик у меня нижнем веке нет никакой базы ничего нету нанесу маленькой кистью от валерий д очень классно она очень приятная как в работе по нижнему веку так и в работе по уголке глаза с сияшками очень многих видела что многие ее как раз используют для мелких тушевок либо для нанесения сияющих оттенков в уголочек глаза и я думаю купить себе еще одну так еще одну чтобы можно было их найти не чистить каждый раз то что все таки сия сияющие частички чуть-чуть застревают в ворсе но целом просто раз и пока я с вами тут болтаю уже все давайте мы теперь с вами на верхнее веко нанесем вот этот вот вот этот оттенок gilded очень красивый оттенок чем-то напоминает 21 бернович но но не такой переливающийся сводча конечно же тоже вам покажу у меня все есть и знаете почему я выбрала этот оттенок потому что у него вроде базы фиолетовая но при этом перелив я вижу у него отчетливый зеленый я нанесла уже оттеночек на подвижное веко чуть-чуть именно знаете как отдельными блестками подтушевала наверх и к внутреннему уголку и внешнего то есть у меня основная плотность цвета вот в этой зоне где у нас с вами нет ни одного оттеночка скажем так на всем остальном у меня уже такая оттушеванная версия именно с блестками очень красивый оттенок прям так красиво переливается сверкает в нем есть и что-то зеленое и что-то золотистое прям суперский оттенок посмотрим с вами потом как это будет выглядеть при электрическом освещении в ванне века давайте мы с вами нанесем вот этот вот оттеночек чирс мне кажется он тоже такой интересный вижу в нем голубые блёсточки и вижу то что он набирается как-то хлопушками хочу на не ношу его вот сюда вот нижнее веко в внешний уголочек ой внешнего внутренний уголочек очень красивый я бы сказала что это больше наверно как отдельные частички не глиттер а вот наносится не как плотный какой-то шиммер а вот что-то такое более хлопушный то есть можно увидеть что на кисти он тоже такой чуть-чуть рыхленький я вот этого татенок тоже не использовала еще ни в одном своем макияже и видим очень сериала потому что прям интересный оттеночек тоже интересно будет посмотреть на него при электрическом освещении все-таки в нем есть разные частички разного оттеночка как они будут смотреться прям так красиво все по внутренний уголочек нанесем с вами наверное какой бы вот этот вот на самом деле либо рейтинг давайте попробуем его нанести у него кстати такая же текстура как у секвенс только когда я нанесила секвенс на подвижное веко это смотрелось не очень красиво он как-то не хотел цепляться очень сильно осыпался и прям так неоднородно смотрелся а вот этот вот как-то лучше наносится возможно из-за того что еще и все-таки другая его я в основном какими-то маленькими кистями набирала а тот я такой прям рыхленькой набирала потому что он не хотел просто переноситься мне ничего больше не оставалось так скажем конечно не могу сказать что этот оттеночек идеально вписывается сюда но не конфликтует с зеленым все таки то есть не выбивается из общей гаммы смотрится так интересно красиво наверное по глазам тут все у меня есть некоторые сапашки от этих двух оттенков от gilded и от чирс и я бы сказала что у них очень похожая история по и текстуре такие чуть цепучие из-за многих частичек в себе ну давайте я теперь сделаю лицо закончу глаза и мы с вами поговорим про эту палетку вот так вот все выглядит у нас с вами в ванной все искрится переливается но мне кажется что перелив именно оттенка gilded какой-то не такой сильный то есть в палетке он как-то больше переливается но не знаю видно не видно очень в целом красиво выглядит все главное что все очень искрится как мне нравится что я вернулась к вам я не так много сделала я добавил получается тушу консилера под глазами чуть-чуть на свои проблемные зоны и чуть-чуть до зачесала брови и хайлайтер добавила хайлайтер у меня кстати вот этот вот популярный ракушка такой интересный голубо-фиолетовый думала вам сейчас показать перелив ну за кадром поигралась поняла что как-то не особо хорошо все передается поэтому давайте мы с вами посмотрим макияжи которые я делала до этого я делала честно не так много макияжа как хотелось бы обязательно сводчи будут так чтобы еще тут вспомнить что я использовала так у меня есть вот такой вот макияж где я с вами делала оля интерпретацию палитры там это ну кем аксалат или вот тут есть фотография макияжа и там насколько я помню я использовала вот этот вот оттеночек если я не ошибаюсь и вот этот вот матовый матовый в палетке классные они достаточно мягкие хорошо тушуются пигментированные конечно наверное вот вот этот вот этот оттеночек и вот этот вот они скажем так зеленые за счет того что у него есть такая неоновая нотка это даже видно в камере я вижу он более яркий но вот эти вот два это чисто нюдовые оттенки которые особо если честно даже ну сначала и не разглядишь на кожу очень такие приятные очень-таки нюдовые захочется что-то цветное но не слишком ярко очень классные оттенки мне нравится вот этот bear особенность того что такое более розовый вот эти у два розовых они уже поярче идут тейслес он скажем так более яркая версия именно вот этого оттенка этот уже такое что-то ближе к классическому розовому яркого но он и называется классик вот в том макияже сияшки из этой палетки я не использовала скажем так не довелось мне казалось что я делала как-то больше макияжей но у меня тут почему-то только один то что такое это как вообще вот он нашла яркий макияж вот этот в telegram канале вам показывала его тут я получается использовала во первых вот этот вот салатовый вот этот вот electric satin салатовый сплэш по моему тоже или нет нет сплэш я тут не использовала я использую вот этот вот liberating то что сегодня у нас в уголочке глаза и использовала вот этот вот оттенок glitz glitz это розовый голубой дохром очень красивый он так красиво смотрелся просто перелив на максималках и скорее всего я использовала вот эту вот розовую гамму опять же проматывая я вам сказала очень класс ой что ты и как ничего очень классные приятные в работе и также у меня еще был вот такой теплый оранжевый макияж в котором я использовала оттенок rs vp оттенок hotshot sequence и по моему вот тут как раз еще спаркс и сплэш по сути я достаточно много оттенков использовала за несколько макияжей получается те которые у нас с вами остались без внимания это вот этот вот фиолетовый фьючерд но он такой я бы сказала обычный фиолетовый сатин night out он по моему возможно розовый с ледкой ноткой оранжевый стену тоже такой как шиммер классический вот этот ярко-розовый пава шуга и 7 тоже остался без внимания остальные цвета в палетке мы с вами прям ну не мы с вами но я попробовала прям так довольно таки хорошо мне не понравились по текстуре по крайней мере то что я пробовала ну вот эти вот два секвенс и либерейтинг как я вам раньше говорила но при этом либерейтинг он хорошо наносится в уголочек глаза ровно то что я от него хочу но секвенс у меня на веки у меня было миллион осыпашек которые прям сложно убираюсь то есть я там даже уже ну скажем так пластырем скотчем убирала и был не совсем комфортно сегодня у меня тоже есть несколько осыпашек но это осыпашки из-за того что у оттенков такая текстура а не потому что он не хочет наноситься ну и сегодняшний макияж мы с вами получается делали с оттенками gilded shocked liberating cheers и inspired почти весь нижний ряд очень классная палетка единственное что я думаю что она будет побольше ну ладно размер не имеет в данном случае значения качество оттенков классная а сводчи я наверное вам сейчас сверху прикрепляю очень классный очень хорошо сводчица при этом также хорошо выглядит на глазах сияющие оттенки потрясающий и по гамме и по целом сами вот эти вот отдельные по оттеночкам давайте ем несколько оттенков как раз за свой чем так какой еще бы вам за свой чуть не давать как раз два тех которые мне очень сильно понравились прям суперски оба очень красиво при этом на самом деле у меня на пальцах не так много чего-то осталось то есть переносится они прям хорошо очень такие потрясающие оттенки красиво приливаются классные по текстуре прям вот супер единственное наверное вот так вот оттеночек который вот этот вот night out он не так хорошо посвочился он как раз по серединке поэтому ну такое возможно на глазах просто получше будет а конечно же буду продолжать делать с этой палеткой макияжа она меня вдохновляет что вы понимали я вот несколько дней подряд только эту палетку юзова то есть только сияющие оттенки какие-то другие добавляла и только один раз для видео я использовал две других палетки то есть все остальное время это вот эта вот палеточка вау супер просто если у вас будет возможность ее где-то купить к сожалению представитель дистрибьютор данного бренда и love make up они перестают вводить их и они делают свой бренд и поэтому к сожалению либо от кого кого-то другого представителя покупать либо с рук либо через байера но если будет какая-то возможность и вы давно смотрели на эту палетку и она будет по адекватной цене то берите она отрабатывает свою стоимость на сто процентов матовые шикарные сияющие оттенки шикарные у меня к ней просто но и претензии у меня наверное претензии только к одному оттенку все все остальные а их там получается 20 остальные 19 оттенков потрясающе мне они очень нравится очень рекомендую вам эту палетку напишите мне если у вас какие-то другие палетки от этого бренда если это палетка из этой серии в этой серии их три было такая одна больно-розовая 2 вот эту яркой и третье я бы сказала как сборная солянка там много разных было оттенков напишите мне обязательно в комментариях как вам этот макияж к может быть вам какой-то другой макияж мой понравился я вам желаю всего-всего-всего самого наилучшего всех люблю целую всем пока пока